Добрый день, вы снова на канале Европлант Лайф и мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Городишининой про хосты. Сегодня мы расскажем про сорта с голубыми листьями. Добрый день, сегодня мы с вами поговорим о голубых хостах. Это такие загадочные весьма растения, потому что синего цвета вроде как не бывает у листьев растений. Откуда он берется? Почему лист становится вдруг голубым либо синим, хотя естественный цвет листа зеленый? В предыдущем выпуске мы говорили о том, что если воск лежит на листе ровно, то мы имеем глянец, блестящий глянцевый лист. А вот если воск лежит неровно, а такими микрошариками под микроскопом это очень хорошо видно, то есть такая вот как мелкая-мелкая шероховатая поверхность, то солнечные лучи отражаются хаотично, и наш глаз видит дымку. Один из, наверное, лучших и любимых мною сортов Frisian Misty Sky. Обратите внимание, какая изумительная, она не голубая, она, наверное, даже дымчатая. Здесь еще и подкладка белая, то есть такой очень красивый сорт. Вот мы видим, что это действительно воск, капельки воды не смачивают лист, они просто скатываются, если потрясти куст. То есть это действительно воск, оттенок, то есть тоже мы видим все фактуры, листья могут быть и чешевидные, и не спадающие. И воск – вещество нестойкое. Мы вот видим, что здесь посетители парка, фотографируя хоста, который находится вдали, они затерли немножко листья. Где-то сумка, где-то куртка, кто-то пальцами потер. И вот видно, что в тех местах, где воск стерся, лист зеленый, то есть реальный цвет листа зеленый, но воск придает ему голубоватую окраску. В зависимости, опять-таки, от толщины воскового слоя и от того, какое количество хлорофила в листе, оттенок голубых хост может варьировать от сероватого, нежного, дымчатого, до темно-темно-синего. Вот мы сейчас там покажем вам темно-синюю хосту. Либо вот такой вот цвет морской волны. А толщина воскового покрытия зависит, как выяснили ученые, от того, насколько были низкими отрицательные температуры. То есть суровая зима способствует более толстому восковому напылению, то есть хосты начинают интенсивнее вырабатывать воск. Мягкая зима, значит, хосты будут менее голубые, воска будет меньше. То есть такая вот, скажем так, удивительная закономерность, но она есть. Поэтому, да, здесь нужно это понимать. И воск – это то вещество, которое вырабатывается не сразу. У молодых растений мы получаем зеленки посылкой, особенно когда это молодые корни, там тот же францин к нам приходит. Появляются листья, и они такие сначала вообще этиолированные, все видели молодые ростки, какие-то желтоватые, зеленоватые, обесцвеченные. Потом они становятся просто зелеными. Ой, как так хосты не голубая. Она голубая, просто растение сначала, то есть воск – сложное химическое соединение. Растение сначала должно укорениться, начать фотосинтез, начать питание. И только после этого оно может начать вырабатывать что-то более серьезное и более сложное. То есть голубизна – это тот признак, который у хост появляется не сразу. Я в предыдущих выпусках говорила о том, что вафельность появляется не сразу, вот один из, вообще все сортовые признаки у хост появляются сразу, их видно, да. Но вот вафельность она появляется не сразу, да, это вот как признак старения листа. Вот воск тоже, но он вырабатывается где-то неделю на вторую-третью, то есть не сразу, хост-то голубеет. Это одна из очень и очень синих хост. Если мы с вами увидим, ну он синий, он действительно синий, вот особенно вот те листья, которые вот совсем не тронуты, то есть вот здесь уже вот повреждено. Молодые листья, я сейчас листья приподниму, видите, вот на молодых листьях воска еще нет. То есть, да, это вот то вещество, которое вырабатывается на листе постепенно. А вообще воск и снаружи листа, да, присутствует? Потому что он здесь тоже. С той стороны? Да. Ну естественно, лист покрыт с двух сторон, но вообще вот это вот не столько, хотя воск тоже есть, да, там еще есть воздушная бывает прослойка, особенно если хосты растут на горячих почвах. Бывает, что нижняя сторона листа абсолютно белая. Это если вот, они же бывают в Японии, это и вулкан в том числе, да, и в общем-то, если почва горячая, у них как защита нижняя сторона листа бывает белая, там еще слой воздушных клеток, поэтому вот не видно хлорофилла. И нижняя часть листа белесая. И здесь нужно учитывать еще вот тот нюанс к вопросу о выборе освещения, что, естественно, воск, ну все мы знаем, как плавятся свечи и плачут, да, если такая хоста попадет на солнце, воск, естественно, расплавится и хоста позеленеет. То есть она не погибнет, она позеленеет, да, то есть мы будем и к концу сезона все эти хоста теряют свою окраску, особенно, то есть их нельзя поливать по листу, хоста вообще нельзя поливать по листу. Мы вот можем обратить внимание, даже вот капельки дождя и уже вот, да, некрасивые такие пятна. Ну вот особенно восковые экземпляры, они еще не любят поливать по листу. Конечно, ну голубые, да, все хоста нехорошо поливать по листу, голубые совсем не желают, то есть все хоста любят поливы под корень. Могут ли голубые расти на солнце? Вообще, могут ли хосты расти на солнце? Довольно частый вопрос. Здесь мы привели пример. Вот смотрим, голубая, да, вот бушующее море, волнующееся море в переводе с английского. Я думаю, что здесь понятно даже не ботаникам, какой экземпляр рос на солнце, какой рост в тени. Хоста уникальные растения, они приспосабливаются к любым условиям произрастания. Попадая на солнце, хоста уменьшит листовую пластину, да, то есть она будет более узкая, поднимет кверху листики, сделает их более, чтобы вот не так много улавливать солнечных лучей. Экземпляр просто уменьшится в размере, да, то есть вот солнце, лист, то есть если вы хотите, чтобы листья были более узкие, куст более вертикальный, на солнце. Если хотим получить более широкое растение, мы можем его посадить в тень. Вот, да, пожалуйста, растут ли на солнце, да, растут, но вид будет немножко другой. Ну и опять же-таки более голубым он останется именно в полутени или в тени? Естественно, в тени. Конечно же, в тени. То есть в тени воск сохраняется дольше. На солнце воск плавится, лист может получить ожоги. Вот пример солнечных ожогов. Сейчас я возьму лист. Блуконо я, к сожалению, не уследила, довольно редкий экземпляр. Здесь лист сложен ладошечкой. У хост не часто встречается вот такая вот форма листа. Но, к сожалению, по моему недосмотру, вот попали кончики листьев на солнце, да, то есть и, к сожалению, мы имеем вот это вот уже солнечные ожоги. Край листа сгорел, да, то есть и мы видим, что уже, да, тоже вот голубое напыление пропало. То есть все-таки хоста не голубая, а зеленая. Пугаться не надо, что это какая-то болезнь, это просто так выглядит ожог. Да, это вот это вот как вариант солнечных ожогов. Пугаться не надо. Я думаю, что на этом вот мы с вами про голубые хоста закончим. И наш следующий выпуск будет посвящен хостам с желтыми листьями. Мы узнаем, могут ли быть хосты желтыми весь сезон. И как они приспособились вот к этому издевательству со стороны генетиков. Редактор субтитров А.Семкин